Антон Чехов. Классик мировой литературы. Писатель с образованием врача. Создал более 300 произведений. В наши дни его пьесы ставят и экранизируют не только в России, но и за рубежом. В своих текстах Чехов поднимал самые разные темы, но в это самом себе писать не любил. Антон Павлович Чехов родился 29 января 1860 года в большой семье в Таганроге. Его отец Павел Егорович сначала гонял продавать быков из Воронежской губернии в Москву, а в 1858 году стал купцом третьей гильдии. В браке с Евгением Морозовой у них родилось шестеро детей. Сам Антон был третьим. Обстановка в доме Чеховов была строгой. Детям не позволяли бездельничать. Учиться будущий писатель начал в 1868 году в Таганрогской гимназии. Там он взял литературный псевдоним Чеханте по прозвищу, которое дал ему один из учителей. В 13 лет Чехов впервые побывал в театре, где шла оперетта французского композитора Жака Аффенбаха «Прекрасная Елена». Именно тогда Чехов полюбил сцену и литературу. В 1876 году Чехов старший разорился и вся семья уехала в Москву. 16-летний Антон, завершавший обучение в гимназии, остался один и занимался репетиторством, чтобы заработать себе на жизнь. В эти годы он много читал, писал очерки для журналов, а журнал «Заика» с короткими зарисовками отправлял братьям в Москву. Тогда же Чехов написал первую пьесу «Без отцовщина» и «Вадевиль недаром курица пела». В 1879 году Чехов окончил гимназию и уехал из Таганрога в Москву. Там он начал заботиться о семье, обеспечивал близких на скромный доход от литературных публикаций. Дебют Чехова в печати состоялся в декабре того же года. В журнале «Стрекоза» были опубликованы рассказ «Письмо к ученому соседу» и «Юмореско», что чаще всего встречается в романах и повестях. В этом же году Чехов поступил на медицинский факультет Московского университета имени Сеченова. Студент-медик жил у брата Ивана в подмосковном Воскресенске. Сегодня это город Истра. Там же в 1881 году он познакомился с заведующим Воскресенской земской больницей доктором Павлом Архангельским. Еще во время учебы Чехов принимал больных. Здесь же прошел практику, а после окончания университета остался работать уездным врачом. В занятия в университете Антон Чехов совмещал с постоянной литературной работой. В основном он публиковался под псевдонимом Антоша Чеханте. Позднее появились врач без пациентов, дяденька, человек без селезенки, балдастов, Антонсон, брат моего брата, всего около 50. К 1885 году Чехов был уже популярным автором малых рассказов. На его литературный путь вмешался писатель Дмитрий Григорович, который раскритиковал молодого человека за растрату своего таланта. С таким мнением были согласны многие ведущие авторы и критики тех лет. Благодаря одному из критиков, создателю Алексею Суворину, Чехов смог раскрыть свой потенциал. В журнале Суворина «Новое время», с которым начал сотрудничать Чехов, авторам платили приличный гонорар. Не ограничивали ни по времени создания работ, ни по количеству слов. Именно в это благоприятное для писателя время вышли одни из его лучших работ «Панихида», «Враги», «Агафья», «Кошмар» и другие. И появился чеховский рассказ как новое явление в русской литературе. В новом времени Антон Чехов впервые начал подписывать тексты собственным именем. В 1890 году Антон Чехов отправился на остров Соколин, чтобы исследовать быт русских тюрем. Местная администрация запрещала общаться с политзаключенными, но писатель это правило нарушал. Ему удалось провести перепись населения острова, заполнив 10 тысяч карточек на его жителей. Через пять лет вышла художественно-публицистическая книга путевых заметок о ссыльной колонии и каторге «Остров Сахалин». После Сахалина писатель поселился в Москве на Малой Дмитровке. В эти годы Чехов был уже одним из самых читаемых авторов России. Его публиковали в журналах «Северный вестник», «Русская мысль», газетах «Новое время» и «Русские ведомости». Он общался с писателями Короленко, Гелеровским, Мережсковским, с художником Исааком Левитаном. В марте 1892 года Чехов купил имение в подмосковном Мелихове. Там он открыл медицинский пункт, построил три школы и колокольню, помогал прокладывать шоссейную дорогу и, разумеется, лечил больных. Во время голода, который свирепствовал в Мелихове в эти годы, писатель собирал пожертвования для голодающих, а во время холеры работал санитарным врачом от земства. В его участке было 25 деревень, 4 фабрики и монастырь. Врачебная практика отнимала много сил и времени, но именно в Мелихове Чехов написал свои самые известные произведения. Пьесу «Чайка», «Повесть палата номер 6», «Рассказы дом с мезонином» и «Человек-футляре» всего около 40 значительных произведений. В августе 1895 года Чехов отправился в Ясную Поляну, чтобы познакомиться со Львом Толстым. Граф Толстой уважал писателя, высоко ценил творчество и называл его несравненным художником жизни. В последние годы жизни у Чехова обострился туберкулез, поэтому врачи настояли на переезде литератора на юг. Сначала он жил в Ницце, потом в Париже, а в сентябре 1898 года обосновался в Ялте. Там он построил дачу, работал в местном попечительстве о приезжих больных. В этом же году писатель познакомился со своей будущей женой, актрисой Ольгой Книпер. Впервые он увидел ее на репетиции в Московском художественном театре. В 1901 году они поженились. Актриса была прямой группы МХТ, поэтому не могла надолго уезжать из Москвы. Там же были и все знакомые Чехова, друзья и издатели. А он оставался в Ялте и работал над пьесой «Три сестры». Рассказом «Дама с собачкой» и повестью «Во враге». Теплые и трепетные отношения с женой Чехов сохранял по переписке. Они отправили друг другу более 800 писем и телеграмм. Последним произведением драматурга стала пьеса «Вишневый сад». Летом 1904 года он отправился на горный курорт немецкий город лечить легкие. Но местный доктор обнаружил, что состояние сердца писателя значительно ухудшилось. По воспоминаниям жены, в ночь с 1 на 2 июля Чехов проснулся. Первый раз в жизни сам попросил послать за доктором и сказал «Давно я не пил шампанского». После чего писатель вновь лег спать и уже не проснулся. Ольга к ней Перчехова пережила мужа на 55 лет. Продолжение следует...